Я ужасно откатил по форме. Я говорю, блять, пошли биться, блять, пиздиться будем. Все, я больше не армрестлер, я опять бодибилдер. Давайте качаться. Блять, сломалось BMW и весь день вот такой сумка. Не, BMW не ломается. К последнему старту у меня прям такое, ну, прям упал на все. И на бодибилдинг, и в целом упал. Ромчик добавляет трендбаллончик. Я молодец. Я 114 килограммов. Почти накачан. Сделай так, чтобы я чуть побольше был и один хуй разница была. Армрестлинг пора, ептай. Это мне принесет голубочке, наверное. Но нормальный бажанов будет весной. Где? Это? А я же сюда синтов колю. А я же правую сиську синт колю. Ну, что бы это, блять, она же надорванная. Да все уже знают, блять. Чтобы она ровненькая, да? Ровненькая, блять, чтобы соски прямо торчали, соблазняли всех. Судьи, чтобы, блять, ну, сами понимаете, да? Первые места, там все дела. Мы же за первыми местами едем. Первое место, да, Питер, Россия, Кубок Мира. Хуй кто даст мне? В Азию? В Азию, Киргизию, да. Сейчас посмотрим. Ну, Руслан согласился, 500 рублей, нормально. Не будем урезать пока. Ну, я чувствую, я пустой стал, да. Очень хотел начать ролик снимать вместе с Денисом, но телефон просто разрывается. Друзья, добрый день. Возможно, доброе утро, добрый вечер, или, как у Дениса, доброй ночи, если у вас такие же проблемы со сном, и вы сейчас поглощаете... Что там пьешь, коллаген, да, по ночам? Да, коллаген. Поглощаете коллаген. Итак, мы в Спортлайфе, осталось уже меньше месяца до начала сезона у Дениса. Он говорит, а можно ехать сразу на Россию и ехать на Питер? Мы спросим. На самом деле, раньше же были, по-моему, там два года после. А я помню, в 2015 году я на Россию приехал, и там как-то договорились. Да не договорились, были у тебя титулы, позволяющие пропускать сезон региональный. На самом деле, зададим вопрос, если Денису... Нет, мне, например, хочется, чтобы он выходил, потому что форма очень хорошая, он прям сухой, вечно недовольный количеством воды, за 20 дней, ну, не нужно быть готовым. Он, Руслан сказал, что я сухой, блядь, я говорю, жирный. Да не, 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 сухой. Ягодичные очень хорошие. А, кстати, плавки будут широкие, можно ягодичные не досушивать. Только они уже сухие, самое забавное. Меня не было в Петербурге 12 дней. Я устал спать, сидя в самолетах, друзья мои. Я ужасно откатил по форме, поэтому моей формы вы не увидите. У меня в действительности минус 10 килограмм. Зато сухой. Слушай, если честно, многие, я пришел в Спортлайф на обводники, вот там, который дальше следующий, а у меня прям реально лица нету. Действительно сухой. Если побрить и вот шлиться, Так что бороду сбрил? Да. Дочка поругалась, дочка аж расплакалась. Ну, сразу минус 10 лет, нормально. В общем, ребята тоже подумали, что я готовлюсь куда-то, прикинь. Хотя я тот просто обдрещал, но в связи с тем, что я снизил количество нагрузки, я снизил количество еды. Я оставил только объем белка необходимый, убрал лишние жиры и углеводы, и получилось, что фактурно выгляжу неплохо. Да по сути надо 3 грамма просто в один шприц забабахать и выйти человек тоже на Питере, ради прикола. Ну, не, можно. То есть в классике физик бы я точно... Краски для АФББ, потому что в МПС можно побольше быть, потяжелее. Там я могу выходить 89, а в АФББ, по-моему, должен был быть 83. А сейчас сколько? Сейчас вешаю, 93. Был 103 килограмма. В общем, не факт, что я в классе физика в России даже сейчас влезу, когда я полностью не тренировался уже, слушайте, 6 недель. Кстати, сухожилие практически не болит. Вот с Днисом только что общались, мне делают УВТ. Кто из Питера, ребята, можете поставить мне в директ, дам контакт физиотерапевта. Действительно, ну, то ли от того, что я не качался, то ли от терапии. Может быть, и вместе помогает. Коллаген просто. Я пью, с души подключил, прям эластиджоинт, 4 порции в день, добавляю в протеин и отдельно пью. Ты тоже, ну, УВТ, говорит, ходишь со спиной. Да. И помогает. Помогает. Оно прям мощно бьет, это тебе не это. Там такое ощущение, что тебе лезвием режут. То есть, если максимальную мощность ставить, то... Очень больно. Первые, наверное, 3 приема, когда я ходил к врачу, ну, честно, это были 45 минут садизма. Ну, просто это настолько страшно, больно, что словами не описать. Я ему говорю, давай снимем ролик, расскажешь. Он говорит, ну, у меня-то пока не так красиво, говорит, я вот кабинет сейчас сделаю. Так что мы еще пацана вам покажу. Молодой врач, сам выступающий спортсмен в прошлом. Тоже весь упорванный, поломанный. Вот. У нас сегодня грудь. Мы ждем Рому, и мы идем разминаться. Ну, дизинская камера грудь. У меня тоже была по плану грудь. А Рому что придется? Погнали туда. А Рому не придет. Ой, так. Чего вы хотите начать? Начнем. А тут, хорик, значит, чего начать. Вот я поддержу. Блин, нет, я не поддержу. С Денисом вместе. Вот сейчас я точно не в форме. В прошлый раз я там по весам от Дэна не отставал. Сейчас, ну, его... Я где-нибудь рядышком посижу. Какой-нибудь рожжетик потолкаю. По-пенсионерски. Мне нужно... Месяц. Не знаю, почему показал вам пять пальцев. И как это связано с месяцем, но, в общем, вот столько. Денис палец и так проверил, смотрите, что... Да, он же все заметил. Тут у нас... Что здесь у нас? Синячок. Синячок, блин. Синячок. Кто тебя ударил? Домашнее насилие? Блядь, кот кусает. Кот кусает. Мне послышалось, яйца кот кусает. Думаю, зачем нам эта информация от Дениса? Так, ну что, вверх... Так, у нас тут все стандартно. Вверх груди, середина груди. Разводки, вверх, середина. Сведения и брусья. Шесть упражнений. И одно упражнение на 30. Моя прелесть. Семен Врач сказал разминать ротаторы. Вчера кратически разговариваем с врачом. Он такой, давай, каждую тренировку, начиная с ротаторов. Если вы вспомните все мои ролики, наверное, там, год назад или более, всегда каждую тренировку начинал вот с ротаторов, с разминки. Блядь, че... Ведь могло. Все порвалось, оторвалось и сломалось. А потому что страшнейший дефицит. Это практически путь такой. В никуда, даже с учетом вашей крутой генетики, питания, какого-либо допинга и так далее. Если ты не можешь нормально спать, с определенным наступлением возраста начинаешь сыпаться. Я вот пытаюсь нормализовать. Честное слово. Просто невозможно. Переезды, выступления и работа пока мне не позволяют наладить сон. Но я очень к этому стремлюсь. По крайней мере, по выходным получается. Два дня я сплю, я укладываю дочку и ложусь спать одновременно с ней до утра. Тут вот прямо такой... Два дня... Сколько два дня? Два дня спал хорошо за последние дней 50. Ну, уже прогресс. Давай-ка только сжимай грудные. Сильнее немножко. А трицепс? А? Трицепс там включается, грудь отключается. Здесь уже все. Ага. Давай так. Ну, это мне не нравится, подрасслабляется. Так чуть-чуть фиксируйся, повыше. Повыше чуть-чуть. Вот, вот, опусти. Опускай, опускай. Топ! Вот отсюда. На выдохе наверху. Да что-то все, я уже раз 30. Так это хорошо. Денчик, какую куриную грудку вы с Голубочкиным-то в итоге не поделили? Я не знаю, Голуб пишет, блядь, что козел? Я говорю, а ты что козел? Нет, ну, ты какая-то... Я говорю, блядь, пошли биться, блядь, пиздиться будем, он говорит. Давайте жить дружно. Да, блядь, знаешь, как негатив у меня написали, пиздец? У меня уже расправы там... Расправы тебе обвещали? Да, вообще пиздец. За что? За Голубу и Двор стреляют в упор? Ага. Да? Что, кто приехал расправился? Сколько раз с тобой расправились? Да хуй знает, блядь. Не разу, что ли? Ждал. Ждал? Денис сидел во дворе. Во дворе. На скамейке ждал расправы. Расправа не пришла. Я утром слабый. Утром слабый? Вечером сильный, Денис? Один раз отташьте жру. Вечером, ну, раза три уже поешь, жжу нормально. Мне кажется, у тебя в голове больше. Что-то я добавил, я злой там хожу, на всех кидаюсь. Что-то добавил, но не скажу. Как появится в наличии, так скажем. У Дениса в канале Телеграм, наверное. Пока это... Дениса сразу, у него тебе спойлеры. Скажу в своем канале Телеграм. Деньги проводите по номеру телефона. Индивидуально. Это пока индивидуально для меня, а скоро появится. Руслан, что по кардио? Я вот делаю час после тренировки и два часа выходной. Ну, вот только сейчас начал. Ну, давай так. Я думаю, что в выходной сократе два часа тебе не нужно. После тренировки чисто для сердца пожечь калории. Я считаю, что это очень полезно для сердца. Если мы говорим про влияние на форму, то я скажу, что для формы лучше будет пойти еще на 15-20 покачаться с железом. Но вопрос рабочего объема сердца никогда не пропадает, поэтому кардио мы делаем для сердца. Оно же не называется? Блин, по-другому каким-то словом, да? Да, там, количество энергии ты разжигаешь при ходьбе и так далее. А знаешь, наверное, еще почему у меня плюс? Я же ни хера ничего не делаю. Ну, ты сидишь дома, да, в основном, тебе полезно просто. У тебя это минимальная физическая активность. Да, получается, я тренируюсь. Ходьба финская с палками для этих пенсионеров. Вот для тебя то же самое. Вот, например, на спину. Вот мы снимали ролик спины, и этот говорит, ты ее передрачиваешь. У меня получается 26 или 28 подходов на спину. Ну, Максим, оператор. Ну, то есть у меня до хрена, достаточно объемная. Плюс у меня за сплит две тренировки спины. Две тренировки ног, две тренировки спины. Сколько упражнений на хрен? Семь упражнений на одной, семь на другой. У меня три-четыре рабочих. Ну, до хера. А по-другому не растет вообще, блядь. Я говорю, инсулин нельзя, блядь. Инсулин бы въебал. Я бы 140 на сцену вышел. Скажи, можно инсулин? Так, а ты говоришь, нельзя. Почему? Я на инсулине и в больницу попал. Панкреатит же начался сразу от него. Не хватает ферментов у тебя? Все супер. То есть без инсулина все супер. Я его когда вкалывал, приходилось много жрать. Так можно колоть чуть меньше. Я колол пять единиц. С пятерки? С пятерки два прихода. С пятерки это прям очень-очень как-то странно. Два раза, два раза два прихода. И я ел просто пиздец сколько. То есть я сидел на тестороннюю, 750 тесторона, пять единиц инсулина, пять единиц гармошки и весил 140 килограмм. Нет, но тут вопрос решается, вопрос решается очень просто. Сейчас, мне кажется, Денис сам, наверное, ответит на этот же вопрос. Не нужно есть, нужно пить. Это берется объем амилопектина, детской рисовой каши, протеина. И этим всем делом купируется инъекция. Это отдельный прием пищи, который там легко может быть, например, после тренировки. То есть прям вот такой вот шейкер просто такого вот киселя, который в себя заливается, который не будет там необходимым, ему такое количество ферментов для пищеварения. Плюс до расхода можно там закинуть 40 тысяч панкреатина. Ну, ферментов. И это будет вполне себе логично и позволит эту клоидность увеличить. Да, и то, что истощение после тренировочное. Ну, на нем я прогрессировал просто. Ну, значит, мы этим займемся в следующем сезоне. К Сибири? Да, к Сибири. Ну, если надо на Сибири, да, надо забрать просто деньги. Все возможности есть. Судьи очень любят Дениса. Ну, фанфактура, она позволяет очень. Это очень-то бросается в глаза. То есть, понятно, что сейчас как бы, ну, я надеюсь, что мы сможем проявить Денису системность. А не то, что он решает готовиться, когда все готовились 6 месяцев, вот такой, Хм, я же здоровый. Все, я больше не армрестлер, я опять бодибилдер. Давайте качаться. То есть, все на подготовке, а он в глубоком межсезоне и на мосте. Но при этом, да, конечно, мышечная память, она все дает. Нужно, чтобы сохранилось настроение после сезона. Сразу после сезона выйти в набор. Без отдыхов, без передышек. Полномерно. И вот тогда, в принципе, ну, уже 100 раз говорил, могу там, что первый раз сказать, да, геметика Дениса. Позволяет претендовать на самые высокие титулы. И в данный момент, вот, Ромка пришел, смотрите-ка. Я последний. Да, блядь. Я последний. Сыни вообще просто. В салоне бы толкал? Жесть, буквально, буквально толкал. Что, сломалось? Нет, родной, прям пробочкой. Делаю и не больно. Сразу хочется еще повесить. Жалуешься? Нет, вот, не больно. Делаю и не больно. Делаю, почему грудь сегодня, чтобы отдохнуло. До четверга опять пойду к этому, к врачу. А если после тренировки мышцы идти на эту УВТ, то это еще в 10 раз больнее. Просто жить не хочется. Кстати, мой дорогой друг, документы на ЕА уже отправились в этот Роспотребнадзор. Мы еще в прошлые ролики с ЕА обсуждением не выложили. С этим, как его там, туда-сюда. Это. В общем. Я думаю, что сейчас мы получим номер документа, внесем его на этикетку, отдадим в печать. Документ приедет, а этикетка уже будет печататься. Номер электронный получается раньше, на самом деле. Хитрость бизнесменам. Все тогда оформляете в электронном виде, документ получается раньше, чем пока он придет, там, ну, он же почта приходит заказной, там, все с печатями, живой оригинал. Но, собственно, электронная версия, она раньше. И мы ее сразу сейчас пихнем в этикетку. Номер. Вообще все готово, бля, вообще. С, с, как она те. Электролитес. То есть, кокосовые электролиты органические. Очень модно. Мы решили, что это очень модно. Помимо полезности. То есть, электролиты модно? Модно или нужны, да? А это органик. Модно. Стиль. Вот. И там еще из адаптогенов лимонник. Вот. Это будет в каждом или это будут какие-то разновидности? Нет, это все ЕАА, несколько вкусов. И все, все будет потом. И да, и там будут электролиты, и вот, и адаптоген, и хороший состав подминокислотом. И получилось даже вкусно среди ЕАА. Вот. Друзья, момент, звоните телефон. Сейчас вам Рума расскажет, как у него дела. Денис будет делать подход. Мои дела. Вы уже могли посмотреть ролик на моем канале с этим, с ведровым тренировкой ног, как я там плакал, уныл. Тренировка охуенная. Тренировка охуенная получилась. Вот. Смотрел? Он смотрел? Да. Да он даже не заглядывает на мой канал. Зачем ему это надо, блядь? До стопудового. Я на чей канал не заглядывал. А ты ни на чей канал не заглядывал? Абсолютно верно. Ты зарабатываешь миллионы, поэтому тебе есть, скажем так, чем заниматься другим. Дела замечательные. Еще раз гибание, как всегда, я все смотрел. Да, да. Я продолжаю свою подготовку на весенний сезон. Весенний-летний, наверное, как-то так будет, да? Вот. Все нормально. Я 114 год уточнил еще. Ну так. 2024-й, нет, я настроен, все нормально и уже как бы даже кушаю. Короче, я с ним вместе поеду тоже подготовиться. Стопудово, да. Чтоб я не соскочил. Чтоб я не соскочил. Чтоб я не соскочил. Чтоб я не соскочил, понимаете, даже как-то снимается. Чтоб я не соскочил. Вспомним знаменитую поездку в Португалию. В Португалию. В Португалию. В Португалию. У меня она до Москвы была же. Он почти доехал, он соскочил. А потом на фотосессию поехал. А потом в Румынию еще. А в Румынию соскочил? В Румынию просто сдался, как тряпка. Да, как тряпка. Потом в итоге знаете, что он мне написал? Он говорит, правильно делал, что не поехал. Это вот ты, да, написал мне. Потому что судейство, как просто хотел его поддержать. Поддержка тренера очень важна. Ребята, сегодня тренируют грудь. Я, наверное, нет, это знаете, вот я недавно даже в Инстаграм у себя выкладывал, что у меня, когда несколько стартов подряд, а это же сливы, загрузки и так далее, то к последнему старту очень тяжело донести прям такие пиковые хорошие кондиции. С учетом того, что и подготовка была 3 месяца, и уже 2 месяца я выступал. И уже к последнему старту у меня прям такое, ну, прям упал на все. И на бодибилдинг, и в целом упал, и все, и в общем. Я решил, ну, типа, зачем мастурбировать, когда формы не будет та, которую я хочу. Вот, та, которая на Польше была и которую хотелось бы видеть, да, когда я стал вторым. Вот, поэтому было принято решение не ехать туда не то, что статистом даже, а в неконкурентной форме для топ-6 вообще в целом. Поэтому, ну, сейчас все хорошо, я заряжен. Бизон работает, Мидос работает, Джейсээс работает. Да, 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 здесь вот так вот рекламика. Поэтому все, огонь, я молодец. Я 114 килограммов, почти накачанный. Ну, только Бажанова в кадр не вставляй, пожалуйста, ввести со мной. Нет, обычно нужно поздно убитых. Не надо, я классик, что вы начинаете. Я тоже. А это тяж, вот. Поэтому я, наверное, качну с вами спинку, с вашего позволения. Или что, или как, или с вами в грудь втянусь. Или вам похуй. По плану. По плану у меня либо спина, либо грудная. Да, я не понимаю спортсменов, которые еще там за 3-4 недели цепарятся по поводу задержки воды под кожей. Париться у вас как-то слив начнется. Нет, я про жир, нет. Я не водяную, не то, что вода, а жир, жирный. Вода, вода, у него даже шарики не перекатываются даже под кожей. Ну, а ты делаешь, что это вода. Вообще, судя по комментариям, которые всегда оставляли, ты жирный всегда. У тебя не было никогда кондиции. Никогда. Что на Сибириане, что когда ты уже на Питере тогда был просто пергаментный, то они хуже. Спина у тебя не доведенная, и спины у тебя нету, и ты весь кривой и косой, и вообще куда-то опять лезешь. Нет, 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 тут другая причина. Мы только что ее озвучили. Сунису нужно один раз сделать от старта до старта подготовку. А не как в этот раз. Все было? Надо не переселить. Он армрестлер в межсезонье, и потом... Да не, нормально, нормально. Че, я же с апреля начал. Ну, такое было потихонечку. Ну, видишь, если бы за красивость давали призы, ты был бы на Олимпии, блядь. Но у нас... Даже сейчас, вот с пусом, с пусом. Ого, пуза нету, да. Ничего себе, слышите? Все нормально. Ну, такой даже не жирнек. Не жирнек. Не жирнек. Понятно, вы будете вести в детстве. Не, ну, не жирнек. Не, ну, здесь такая биомеханика. У нас в зале получше нажима. У нас там, да, наверх хаммер получше, и еще вот лежа, который есть, как штангу сжать. Да, типа того. А ты можешь в нем поработать как раз-таки? Наверное, в нем поработать. Ого, трюки. Кушаю я сейчас хорошо. Я, скажем так, запартнерился с Димкой Косаревым. Не знаю, не будем рекламировать, да, наверное? Багабаба не будет. Пусу виду. Ну, или хотя бы, как это, как это? У меня сейчас прям очень хорошо. В плане... Я понял, знаешь, какую тему? Что, как только я повышаю количество углеводов, больше 400, начиная въесть, у меня вес, наоборот, стопорится. У меня он не растет. Я, ну, такой отечный становлюсь, становлюсь такой а-ля бесформенный. Курочек, хватает протенцилина дальше? Наверное, потому что я ем, ел и по 600, и по 700 углеводов, вес не растет, я просто отекший хожу, грубо говоря, но вес на месте. Как только я снижаю количество углеводов в пределах 400, 350, 400 варьируется. То есть, у меня вес потихонечку, но растет, но я и такой не залитый. А белочек? Не само. По белку у меня выходит... Граммов, наверное, 270-280 я съедаю сейчас. Два с половиной, да? Да. Причем он у меня максимально разнообразный. Это яичница с утра, куриная грудь, два раза говядина, один раз красная рыба, один раз белая рыба и протеиновый как-то выпиваю. Разнообразная пищевая база? Вообще, вот сейчас максимально вот разнообразная. Да, да. Миска. Причем и вырезка, и филе миньон, и лосось, и прям классно. И самое охуенное это то, что вот, блядь, я просто холодильник достал, разогрел и все. Я рис там в мультиварке на день приготовил, и все. Ну, по углеводам только рис. Вот самая захрония прям просто съедается спокойно вообще. А если чайком сладким, то? С сахарозаминителем, генетик лапка, конечно. Ну, в генетике я гейнер сейчас, стал пить много гейнера. То есть у меня две порции вместе с протеином, я где-то 280 грамм гейнера в день выпиваю. Потреблям. Да. Ну, прот я вообще люблю, я в целом протеин, вот как ты мне сказал на подготовке, когда я запивал еду всю протеином. Я в целом протеин в течение дня даже выпиваю. Ну, у меня, короче, из белка, блин, я спиздил, там не 280, там, наверное, там больше, потому что у меня только из протеина в районе 100 граммов белка. А давайте просто просим Рому сказать свой день по еде. Мы с Лешей прям как раз хочу один день. Вот, да, зайдете, посмотрите. Глад, чтобы был уже удачный день, а не это, знаете, блядь, сломалось BMW и весь день вот такая, сука, говно. БМВ не ломается, как там пока нечем просто. Вот, ну, на самом деле клево, да, вот как раз влог планировал снять один день из жизни и просто все приемы показать, тренировочку показать. Мы, кстати, с Лехой разговаривали по поводу тренерства. Я с Лехой поздивился с такими мыслями, что мне очень не хватает тренера. Бывают. Да, скажи, твоего тренера всем не хватает, да? Максимально. И дочери, и всем. Твоего тренера не хватает, наверное, твоему тренеру. Вот, поэтому такое прям у меня, я аж такой, ну, чуть приуныл, говорю, блядь, вот клево было бы, что вот как в 20-м году мы начали, и Руслан, такое прям у него не было тогда еще много так всяких ответвлений по бизнесу и всему остальному, и он мог больше времени этому уделить. Это было, на самом деле, золотое время. И сейчас вот наши вот эти вот редкие встречи, ролики записываем в основном для вас, это прям такое. Кстати, опять же, почему мы постоянно пиздим? Потому что мы только тут вот видимся вместе с вами, и вот. Я за редким исключением могу думать, Рома, как дела спросить? Он говорит, все хорошо, все живы, здоровы. Особенно последнее мое сообщение было. Да, да, да. Максимально такое. Либо вообще обычно мне пишут или форят, что-то у кого-то происходит. Да. Надо что-то решить. Я просто, ну. Все вспоминают про меня. Пытаюсь не тревожить тебя по всякому, я по факту. Ну, потому что, ну, а когда вот так вот произошло. Как здоровье спросить у меня, как дела? Ну, нет, нет, нет. Все нормально. Он же как? Он просыпается, он живой, все заебись. Значит, вот все. Он в сторис вышел, он живой, это значит, что у него все заебись, да. По всему остальному там, ну, можно даже не интересоваться. Так что ждите у Ромы. Вот. Там он может, это, сильнее пожаловаться на нехватку. Да ладно, сейчас. Я начал устанавливаться. Ну, давай так вот. Сезон закончим этот соревновательный. Все, где нужно будет побывать, съездить, посмотреть. Побегать. И под ключком начнем, потому что я сам очень хочу подготовиться на 24-й год. Потому что я был очень доволен там формой мая. Потом опять там что-то травмочка. Ну, вот сейчас буду максимально аккуратен по возможности. говорю, постараюсь спать. Вот это вот самая проблемная штуковина. Это сон. Надо с ним разобраться. Бля, я на самом деле... Найти время для него. Нужно разобраться? Я спать-то понимаю, как? У меня нету времени. Функция не нарушена, да. Я засыпаю, у меня нет проблем со сном. Я засыпаю, знаете как, ребята? То есть степень усталости такая. Я вот, типа... Мне кажется, я пытаюсь голову положить на подушку. В этот момент я выключаюсь. Я также моментально просыпаюсь. Я вообще не валяюсь с кровати, у меня времени нет. То есть я стою, у меня прям по этапам там пойти выпить воды, посмотреть сообщения, выпить эти таблетки, посмотреть сообщения, сделать укол гармошке, там, почистил зубы, какая-то еда приготовилась, либо я не готовлю вообще завтрак, времени нету, я заливаю несколько шейкеров с водой и в них делаю какие-то протеины, где там добавляю льняную кашу, где отруби. То есть готовлю несколько шейкеров с едой. Обычно прием твердой пищи у меня это только два обеда. То есть первый и второй обед. Я ей не ужинаю, потому что вечером уже, ну, еще есть, так же, протеинчик залетает. У меня в отличие как раз-таки от Романа очень неразнообразное питание, процентов, наверное, 70 белка в сутки составляет у меня протеин. Ну и вот, кстати, даже видео было, когда вы с Голубочкиным снимали, он вот спрашивал вопрос, типа, как это? Намного сильно отличается, если бы у тебя это все-таки была органическая нормальная такая еда, твердая пища? Нет, было бы лучше. Нет, не было бы. Сейчас он сделает подход и спросит, почему. Я хотел сказать по поводу бажана. Я его, ну, типа, блин, вижу достаточно частенько относительно вообще всех, кто смотрит, наверное, канал. Вот, и, сука, я до сих пор к нему привыкнусь не могу, блядь, отвечаю к его гваритам, к его вот этому мясу. Он каждый раз все равно впечатляет. Ты заходишь, и тебе хочется на него поглазеть, посмотреть на эти дельты, на грудные, блядь, на руки. Все, блядь, просто. Насколько вот боженько его относительно бодибилдинга. Давай так, пока он сейчас вот ходит там. Armresting forever, ёптай. Это мне принято Голубочкину. Armresting forever. Короче, хорошее, что, смотри, по жесткости, прямо он жесткий. Он, правда, таблету, мне кажется, все, которые можно. Он, 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 это знаешь, как называется, скажи дураку богу молиться, когда же есть спонсор, он, кажется, все стероиды заказал здесь, просто. А ты все стероиды заказал, которые есть в ассортименте? Есть, есть, скажи, есть хоть один препарат, который у тебя еще в тебе не находится? У тебя впечатляет. Сделай так, чтобы я чуть побольше был и один хуй разница была. Ну, как бы, нет, ну, как бы. Да там, да пиздец. У Дэна, кажется, больше рука. Сейчас я не в форме, даже я как-нибудь. Да, просто, нет, даже с учетом того, что у меня... Я, наверное, еще могу около Ромки постоять как-то, как-то, как-то где-то. Даже слитенький. Ну, то есть, я классик, и рука там 50-51, и... Один хуй несмотримый на... Нет, ну, Дэн, тут 60... Сколько, 65? Да. Ну, так, конечно, 50-70. Ну, а визуально? Вот всего 7. Визуально пиздец. Визуально пиздец она, насколько надутая. Визуально пиздец. А надутая почему? Правильно, друзья, напишите в комментариях. Нет, надутая больше, 55-55. Нет, я к тому, что... У него такое ощущение, как будто мясо весит меньше. То есть, визуально он выглядит на... Ну, больше килограммов, чем... Сколько тебе хочется весить? 125. 125. А визуально, типа, ну, вот 140. Ну, Дэнти Кроста не сильно высокий. Все-таки надо понимать. Ну, просто еще и сейчас глубина такая у него появилась, а она как бы решает. Прямо сильно визуально, да. Поэтому... Хороший. Попали, попали. Я буду за него. Попалили армейстера. Прямо очень сильно. Очень сильно. Вот. Пидор Ванич. Не дай бог не выиграет в этом сезоне России. А, не поедет, думаю, что... Вполне возможно. Нет, нет. Потому что поедет, у него вообще выбора нету, я думаю. У тебя же ребятки будут в России? Ну, у меня... А, Славик Корсалев. Ну, ты поедешь точно. Просто у меня несколько мероприятий... А, ты имеешь это туда? Ну, конечно. У меня несколько мероприятий в один день. И я постараюсь быть. Нет, я поеду. Там генетик же будет что-то? Ну, как договоримся. А, возможно, и не будет. Нет, я буду вместо стендов. Скорее всего, наоборот, скорее всего, будет. Но... Ну, ты же знаешь. Это Ульяновск, да? Ты знаешь почему. Ты знаешь почему. Ну, потому что, ну, по крайней мере, ко мне в данный момент еще никто не обращался. Даже я не понимаю, что вообще, что творится с рынком именно спортпита. Такое ощущение, что спортивного питания не осталось. То есть все делают бады, понятно. Продают их на marketplace. А компании, завязанных на спорт... То есть, ну, я понимаю, там, да, есть бывшие там King Protein, там, да, еще какие-то бренды там с Уральского региона. Ну, там в основном прям полнейший какой-то сомнительная история. Праймкрафт купили. Он закрылся, его купили. Закрытый дешевле был, да? Покупать. 55 миллионов. 55 мультов? У меня логотип дороже стоит. В смысле, с оборудованием? Ну, там как, там какое оборудование? Часть промкрафта у меня делалась на подприятии. Сейчас, наверное, точно фасуем. Там была какая-то линия, там продавалось все разом. Товарные остатки, брендинг, брендбук, команда, поставщики, упаковка. Наверное, какое-то оборудование, если было свое. Я не вникал в подробности. Предложение, когда пришло, было не до того. Тебе предлагали выкупить бренд? Ну, он был свободный продажа. А, ну, то есть, не было такого. Нет секретов. Ну, как? Это было секретом два дня, наверное. Да, да, да. Потом об этом распределили все. Потом понял, что нахуй никому не надо. Да нет, кому-то надо было. Купили, купили его. Но бренд, Primecraft, это такой достаточно раскрученный российский бренд, который был там достаточно слухо, известный. Батончики все их хвалили, и на выставках постоянно батончики, вот как бы раскупались. У нас очень часто спрашивают, что с батончиками. Линия приехала. Вот, вчера разгрузили машину, третью фуру с оборудованием. Теперь будет надо, теперь будет происходить пусконаладка. Пусконаладка – это диапазон, наверное, двух-трех месяцев. Это, то есть, отработать все рецептуры, положить продукцию в автоклавы, искусственное старение, доп. влажность, доп. температура. Ну, то есть, ну, соблюсти всю технологию, чтобы было безопасно. Чтобы микробиология была хорошая, да, вкусы, да, отработать. И, то есть, ну, наверное, начало следующего года будет старт продаж. Из, опять же, чего-то эксклюзивного, то, что не дает практически никто в рынке, мы готовы работать, опять же, на СТМ. То есть, у вас есть идея запустить собственный бренд снеков, батончиков. Можно. А вы рецептуру сможете разработать? Да, либо это будет работа на базовых рецептурах с изменением вкуса и ароматики, либо индивидуальные рецептуры. Делать можем мы очень сложные батоны. Ну, с глазурью и так далее. Подожди. Они будут до трех слоев. Угу. В двух слоях можно будет делать, прорезать жолоб и в него закладывать, так скажем, называемый жгут. Ну, жгут это либо карамель, варенье. Конечно, разнообразные начинки, да. То есть, может быть, три слоя, две начинки внутри, смотри, обливка, глагурирование, обсыпка, там, орехи, грудная крошка, сладкие шарики, хуярики, потом еще одна обливка и декорирование. То есть, линия довольно-таки большая, с возможностью выпускать, то есть, можно трехслойники, двуслойники, двуслойники. Ну, смотри, все любят цифры, к примеру. Ну, допустим, сейчас смотрит просто человек, да, образно, который имеет определенную сумму, и у него, естественно, такой типа вопрос, сколько стоит запустить свой бренд снеков, батончиков, просто возьмем про батончики. А типа он думает, что я вот, типа, еще допустил ладку посчитал. Ну, типа, чисто гипотетически, ты же по цифрам, ты же уже на своих батончиках работал, понимал. Ну, трешка. Три миллиона рублей. Трешки можно зайти, будет, да, в снек. Сколько с этих трех миллионов будет продукции количества? Блин. Ну, это же, ну, как бы, такое... Ну, тысяч, наверное... А тогда себе будет понятие, не скажу. Кто хочет делать бизнес, приходите сделать бизнес. А то потом начнут, что умники, знаешь. Ну, нет, так не делается. Ну, я понял. Просто интересные цифры, если нет, то нет, конечно, безусловно. Нет, 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 это такая коммерческая тайна. Да, коммерческая тайна и бессмысленная. То есть большинству людей это не надо и не поможет, а лишний раз услышивать как бы... Ну, грубо говоря, смотри, хорошо, давай тогда я немножко по-другому вопрос задам. Вход 3 миллиона, окупаемость с готовой продукцией, за сколько это по времени, допустим, можно? Это очень просто. Тут надо дать, что это, кроме есть, понимание маркетинга. Если человек скажет, что у него суп премиум или правда сделает премиум, то есть ему нужно дать полностью органические компоненты, да, там, бесконечно... Ну, сложную рецептуру. Может, он зайдет в ту нишу, где будет продавать их по 300 рублей за штуку, покупая там... Как квест-бары, да, в свое время, грубо говоря? Это квесты, то есть, и все, у него будет, прости меня, он на 3 закупит, а на 7 продаст. Это же вообще его воля. Ну, 3 миллиона, это, грубо говоря, разработка вами рецептуры, все под ключ, просто он заносит 3 миллиона... Это уже с фантиком, это уже упакованное в гофрин-карабар зацветное. Грубо говоря, доставка и, типа, куда тебе надо на склад доставить? Да, документы, коробочки, фантик, укладка, работа, декларирование... Бля, прикинь, если у вас есть 3 миллиона, грубо говоря, и вы не знаете, куда их деть, можно открыть, вот, грубо говоря, зайти в бизнес. Не-не-не, если у вас есть 3 миллиона, вы не знаете, куда их деть, не надо приходить. Потому что это работа, с товаром, тут надо работать и думать. Если вы не знаете, что делать, то, как бы, я не хочу вашими деньгами рисковать и брать ответственность, потому что продукт я произведу качественный, а вы его, если не продадите, ну, мне будет за вас печальненько. Поэтому, конечно, черт его знает, где вы взяли 3 миллиона, если вы не знаете, что с ними делать, но как ниша, в целом, снеки растущие, растущие последние 8 лет, растущие в целом кратно в некоторые года. Сейчас же есть такие прям мастодонты, типа Фиткит и так далее, с ними конкурировать все равно очень тяжело. Вообще очень легко. Да? Но у них все определенные позиции продаваемые. Ну, у них уже и маркетинг давно, и они на слуху. Кто их маркетинг? Ну, реклама? Какое дело? Про них все знают, Фиткит. Вот какой их маркетинг? Все очень просто. Да, я говорю, что рекламы нет. Просто они делают достаточно вкусно и представлены в торговых точках. Потребность у торговых точек в новом продукте есть. Вот что самое основное. Все, что тебе нужно сделать, это чтобы люди попробовали. Если ты сделал вкусно, качественно и попробовали, за этим товаром начинают идти. Особенно, если у вас есть какой-то собственный бренд. Ну, вот, допустим, вы как медийное лицо и хотите какой-то свой бренд, там, снеков, да, сделать, то, я думаю, и у вас есть лояльная аудитория, то, как сарафанное радио, это все должно более или менее зайти. Я думаю, наверное, на самом деле, вот, честно говоря, Руслану все же, наверное, проще с любым новым продуктом каким-то залететь, даже не связанным с генетиком. Почему? Потому что есть лояльное лицо, да, лояльная аудитория. И когда про Руслан рассказывает про какой-то новый продукт, который он там либо произвел, либо начинает его рекламировать, маржинальность этого продукта возрастает в разы, потому что... Ну, вот так, у меня есть доля в заводе по производству тротуарной плитки просто за то, что я в нем присутствую. Вот, то есть я за это проинвестировал, деньги полностью инвестиционные уже мне возвращены, а у меня сохранена доля в производстве. Так что, если кому-то нужна тротуарная плитка и бордюр, то на здоровье обращайтесь. Если вы хотите запустить какой-то бизнес, и вам нужна... Потому что не нужен человек в совет директоров, либо соучредитель в акционерное общество, в совет акционеров с опытом, знаниями, и вы готовы предоставить долю компании, я легко могу войти как акционер со всеми моими компетенциями и ресурсами. Это стандартная практика для крупных предпринимателей. Я ее рассматриваю. Вот сзади Дениска позирует. Очень хороший по качеству сейчас, очень хороший. Ну я же помню его на сцене, то есть он сейчас такой, прямо хороший. Он собранный. Главное, не старт, не концентрированный. Ну он сейчас собранный, по ощущениям, да, он по ощущениям собранный. А знаешь почему? Я скажу. Скажи. Скажи, скажи. Ты скажи, ты же умный. Нет, ты скажи. Давай, давай. Я могу хуйни сказать. Давай, скажи, скажи. Почему Дениска стал собраннее? Сам скажи. Ляля есть. Появилась больше ответственности. Да. Раньше не за себя только отвечал. И он это проецирует теперь и на спорт в том числе. На работу. Спорт, для него работа. Вот и все. Поэтому Денис в данный момент выглядит не сильно, уступая Бажанову на сцене. Хотя есть запас времени. Ну это, нет, это фактура про, только для про нужно тут еще 15 килограмм сухаря. Думаешь? Да. Мне кажется, не конкретно в общей массе, а в местах в определенном. Нет, частично, в целом по телу. По телу. Вот допустим. То есть нужно больше. Ровчин, ну давай, ты был в про. Да. Ну там пацаны-то как бы, то есть. Давай вот сейчас прошедший турнир. Родником он 112 на сцене выиграл первую олимпию. Флекс про. Другие времена, крупные ребята. Вот сейчас турнир проходил, где на этом, да. Таша выиграл, и второй стал Реган Граймсом. Он такой достаточно медийный такой спортсмен, очень известный. И он выглядит не как Бажан. Слушай, ну Реган крупный, он высокий, он достаточно большой. Нет, нет. Я вот тебе сейчас его покажу, и ты прям меня максимально поймешь. Я просто Реган в голове вспоминаю. Они на сцене по-другому. Он некрасивый, нет, Реган некрасивый. Они в инсте красивый. Он такой, он как огромный классик даже больше выглядит. Просто нужно, понимаешь, длинный, длинный забег, да. Вот я сегодня с Денисом говорю уже про весну. Я хочу, чтобы Денис думал как раз-таки другими масштабами, не масштабами завтра, масштабами весны, масштабами там 26-го года, масштабами возможной поездки там в Америку. Ну почему нет? Вот это масштаб как бы, ну о чем? О чем и куда? Получить карту в Азии где-нибудь и потом поехать в Америку. Дэн еще холодный. Холодный, сейчас объясню, что я имею в виду. Его еще не одна иностранная соцсеть, которая обозревает турниры по бодибилу и зубу и так далее, они еще его даже не видели. Я не видел ни одного поста, ни одного репоста. Я просто помню, когда мы в Польшу готовились, вот где я стал вторым, там мы закидывали свои фотографии и отмечали, и какой бум, ну был вообще. И просто если вот сейчас в его форме начать его форсить по иностранным страничкам, постоянно закидывать его аккаунт, посмотреть на спортсмена, готовиться и так далее, о нем сразу начнут говорить, потому что он пиздец какой, ну типа, блядь, смотрибельный. Он, есть хорошие, красивые тяжи, да, а есть монструозные. Вот Денис из разряда таких монструозных, которых, блядь, ну монструозных еще и достаточно эстетичных. Но нормальный Бажанов будет весной. Если прокачается до весны, толково. Просто, ну, блин, у него вот есть все. Вот ему Боженька, грубо говоря, относительно генетики дал все для того, чтобы успешно выступать в про. Теперь ему нужно изменить свое мировоззрение и подход, как у про должен быть. То есть он должен перестать заниматься хуйней с этим армрестлингом, со всякой залупой и концентрироваться только, блядь, на бодибилдинге. 24 на 7. Ну, семья это, безусловно, это как бы оно, я даже, ну, не произношу, потому что... Бодибилдера есть в свободное время на это. Спокойно, вообще, полностью согласен. Вот как у меня вот после травмы произошла вот эта расфокусировка. Я сконцентрировался на других вещах, там, на заработке и так далее. И для меня бодибилдинг немножечко отошел. На какую-то там вторую, третью ступень, полочку. И мне очень тяжело было его достать оттуда. Точнее, забраться туда, на эту ступеньку. А сейчас вот такой вот этап, такой период. И мне начало вот... Ловлю кайф своеобразный от подготовки, от изменений в теле. Чаще смотрю с зеркала на себя, раньше было это все равно. Вот. И сейчас, конечно, такой появляется немножечко голод, во-первых, и небольшая спортивная злость относительно того, что наши спортсмены стали успешно выступать. Вот. И я думаю, ну, в целом у меня достаточно неплохие результаты были относительно количества турниров, да, которые я выступал. Это было, по-моему, 4 турнира. На Румынии я был пятым, обогнал, ну, там, ребят, которые сейчас в топе Олимпии. На Польше был второй. И... Ну, Европа Прова 11-й, но этот турнир такой дебютный, он такой прям был очень осторожный. Вот. И на другом турнире в Польше я там стал седьмым. То есть достаточно неплохая результативность. Я не в жопе, я там где-то что-то уже дожил. Поэтому я думаю, весной мы с моим дорогим тренером еще сделаем форму хорошую, достойную. А что, как Руслан отнесется, если в Таиланде на Сибирь готовится? На креветочках-то, блядь. На тунцах. Вот проблема всех моих проблем с режимом. Я в Таиланде ложился в 10 часов, вставал в 5 утра. Просто на ночь косячок. И утром косячок, и в обед косячок. Нет, это я сегодня лег в пол второго ради съемки. Я пропустил прием, обглотался мелатонина, транквилизатор выпил, чтобы уснуть, глицина, габу, блядь. Ну и вырубился. Один прием пропустил, проснулся в 9. Нет, я ложусь в 5 часов утра. Да, в 5 часов. Кайф. Вообще кайф утром просыпаться, когда встает солнце, когда тишина и резко начинается вот это вот. Вот если на природе, там какой-то жучок заполз, там цикада закукарекала, блядь. Там варан поплыл, блядь. Ну, короче, вот этот шум, вот этот рассвет, короче, вот именно утро, как оно происходит. Все вот это, это круто. О, блядь. Я думаю, в кроссовере сделаю, а что-то я не хочу середину долбить на лавке опять. Вот. Посмотрим, как выступим на этом сезоне. Такое ощущение, как будто я не готов. Не готов в плане... По форме вот мне такое ощущение, да. Ментально готов? Ментально я как будто на сцене постоянно. Ментально, да. Я настолько привык уже, что я не ощущаю эти соревнования. Мне нравится сам выход на сцену. Мне нравится, когда награждают первым. Вот. Самый главный процесс подготовки, он самый сложный. А на сцене ты кайфуешь. Но, блядь, как всегда недоволен формой. Я всегда ей был недоволен. Но я думаю, от этого и прогресс. Один хуй недоволен. Ну, я думал, что Руслан скажет, что я жирный. Не сказал. Не, я не сказал. Сказал, даже жжопа сечется. Там мне сбоку всегда сечется. Вот посередине, ни хера. Ну, вот сейчас будут лавки новые. Широкие. Чему? Широкие, да, будут. Типа как у классика физика. Серьезно, да, блядь. Допинг-контроль, блядь. Допинг-контроль, это вообще интересно. Вообще, тема, блядь. Тема. В бодибилдинге, блядь. Вот. Я, знаете, что боюсь? Что Бажанов там, Дениска, собирается у нас на весну. Вот. Что еще и сезон у него может быть последний ФБФ в целом, блядь. Это не исключено. Потому что на сцене он настолько фактурный и красивый, будешь, скажешь, блядь, вот этого надо убрать, нахуй. Пойдемте пописать попросим в баночку. Я им пописаю, блядь. Ну, все. Не, надо отказываться просто, и все. Четыре года сразу. Мне на этой подготовке хватает, блядь. Ну, там по-любому что-то найдут. По-любому что-то найдут. Ну, какой-то мельдоний там или что-нибудь, какие-нибудь жиросжигатели по-любому найдут. Фарма-то не найдут. Мы за натуральные бодибилдинге. Синтол выкачут, нахуй. Вот, поэтому вполне возможно, что у Дениса его возвращение в бодибилдинг соревновательное именно в российский будет последней. В МПС, блядь, сразу тогда. Сходу, блядь. Ну, будем надеяться, что все будет гуд. Что обойдется. В любом случае, как бы не случилось, как бы не получилось, я думаю, у Дениса план уже намечен в плане выступлений. Поэтому, если даже этот сезон случится так, что он попадется на доп-контроле, это не изменит вообще в целом ничего глобально. Просто следующий турнир весной он начнет как раз-таки с получения про-карты NPC-шной, да, и получения уже... Ты у нас, блядь, с косяками буду там. Мразь. Пацаны, я так говорю на него. Во-первых, любя, а во-вторых, потому что я завидую ему. Завидую местами белой завистью, конечно, но где-то, где-то по-черному тоже ему завидую, сука. Блядь, Лану, хоть честно, блядь, сказал. Хуй, блядь, ты так честно скажешь. Бля, ну, я думаю, тех ребят, которые занимаются бодибилдингом, в целом есть какие-то, знаете, образы эталона, как они бы хотели выглядеть. Вот, допустим, для меня такой эталонный образ в свое время, когда я начал качаться, был вот Ронни Колман, да? Мне вот эти вот монструозные, монстры массы нравились. И честно скажу, что, ну, блядь, если бы от меня зависело, ну, допустим, хотел ли я бы выглядеть, как Денис Бажанов, блядь, да, я бы, блядь, мечтал. Нет, вот смотри, просто он говорит накинуть там 15 килограмм сухой массы. Допустим, я сейчас сливаюсь, да, я 115 на сцене. 15 сухой массы 130 килограмм, это биграми. Зачем выглядеть, как биграми? Я согласен, но у тебя же есть, ну, я бы, знаешь, как, ну, они все на них не в 15 килограмм, не в общей массе, допустим, 15 килограмм. Мне вот, допустим, все вот, как ты сейчас, твоя мышечная масса, ее в целом хватает для конкуренции, там, впро. Нужны кондиции. Кондиции, во-первых, и не хватает, допустим, вот хотелось бы больше спины, ну, согласись, хотелось бы немножко более разваленные ноги такие побольше. То есть в деталях. То есть хотелось бы добавить просто в нужных местах. Так вот и все, говорю кондиции. Это да, это не пятна, ну, блядь, кондиции, это, блядь, соревновательные кондиции. А залатать свои дыры, это залатать свои дыры. Это разные вещи, блядь. Залатай дыры. Кондиции, заебал. Кондиции. Кондично. Вон эти разваленные ноги на Олимпии, блядь. В инстаграме такой охуенный. Кто? Да этот негр, который, блядь, все вот этим протеином там, блядь, все нюхает. Дурак. Видели на сцене его? У него как будто ноги там плоские, просто вообще ничего нету. Да. У него такая генетика ног, у него, во-первых, она и морковками, то есть здесь широкий, а квадрицепсы очень узкие, ну, вот капельная такая, прям очень узкая, и не хватает квадрицепса, да. Блядь, ну в инстаграме выглядят все просто... Единственное, что я скажу, что у него охуенно, это его спина, она реально широкая, и бицепсы, которые, блядь, перекрывают трисов, заболевая, в три раза, наверное. Все равно на сцене... Как будто бы... Ну, посмотри сюда, да. Данима, фазировать никто не просил. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Семинаром. Пятый элемент, в Москва-Сити, к моим друзьям. Все желания пообщаться, пофоткаться, отвлекся я что-то, вот. Пообщаться, пофоткаться и так далее, послушать. Ну, ладно, меня послушать, на них посмотреть. Потренироваться, пообщаться. Потренироваться, да. Напишите в комменты, в зависимости от того, сколько будет там плющиков, мы подумаем, а может быть и да. Это раз. Второе. Давненько не было вопросов на ответы, я так подумал. А это просто снимать, и будет контент, и вроде бы даже это я могу сделать самостоятельно, а Леха просто выложит потом в интернет, поэтому два. Пишите комменты с надписью, вот так сначала, вопрос, и, собственно, пишите свой вопрос, мы отфильтруем, как-то найдем их, и сделаю выпуском ответы на вопросы. Раньше хорошо собирала, может быть до сих пор какие-то остались вопросы типа, а сколько есть протеина, а сколько колотит тестостерона, а как качать бицепс, ну, вот эти вот вопросы вечные. И все, пацаны, мне нужно ехать, у меня встреча еще одна. Вы молодцы, Денчик молодцы, Ромчик добавляет тренбаллончик, меняет, с надролончика на тренбаллончик, будет большой жесткий ромчик. Денчик, попробуешь, скажешь, еще кое-что подсыплю, еще денечков на 5, на 5, на 7, ну, чтобы ты был максимально спокоен по своей форме. Я уже знаю, что он хочет. Вот, давай, 5-7 денечков, ну, чтобы был ты в норме. Все напишу, он проконтролирует. Всех обнял, пальцы вверх, подписка, ссылки на пацанов внизу, на меня, наверное, тоже. Денис Бажанов, Рома Халиулин, Буфланд Халецкий, ничего не перепутал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Хотел смылиться, но ладно, фигня, осталось в брусьях. Не знаю, сейчас сил хватит, не хватит сделать в брусьях. Три подхода на низ груди, трицепс там задействует немного, и одно упражнение на трицепс. У меня в день груди один там на трицепс, в день спины один на бицепс, и чисто отдельно тренировка рук, у меня одна за сплит. А полноценной тренировки ног и спины две. Ну, все, что где нужно добавить, у меня там больше упражнений, больше объем. Все равно не хватает, как всегда, но что делаем? Что можем, то и делаем, блядь! Все равно брусья узкие, больше в 30 включается. Ноль. Это шутки, минутки какой-то. Я вот на некоторые ролики, я прям понимаю, и поэтому, знаешь, как я немножко, когда вот сейчас ехал и думал по поводу контента с Русланом, уже не столько про качалку хочется с ним проговорить, сколько вопросов про бизнес, про какие-то запуски, про продукт, как это все устроено внутри, и так далее. Вот такие вопросы ему хочется задавать. Ну, типа, ну, блядь, он про бизнес может рассказать больше и интереснее, например, для аудитории, чем кто-либо. Ну, грубо говоря, да? Просто, ну, к нему на канал уже приходит не только ну, про покачаться, блядь, уже. Вот. Потому что этого контента. А вот у него очень много всяких там инсайдов можно носить, очень много интересных вещей, потому что чувак, ну, блядь, столько бабок делает, и бизнесмен, он сейчас в первую очередь бизнесмен, а вторую очередь спортсмен. И уже вот этот вот контент, он будет мне, мне и самому это интересно. И те вопросы, которые я вот задаю про там цифры какие-то, что-то, как это, что, сколько зайти, все равно это интересно, блядь, послушать. Он это просто, блядь, настолько все изнутри все знает. Ну, вот так вот. Ну, вот так вот. Еще ничего. Ну, так вот. Да, вот, да. Ну, в общем, когда съемки, это тренировка, не тренировка. Так, что-то кровь погоняли. Ну, я грудь нормально покачался. На твоей груди того, что ты делаешь, это вполне достаточно. А мне надо, блядь, нормально вкачиваться, чтобы она как-то потихоньку росла. Поэтому сегодня тренировку можно галочкой не отмечать лично для меня. Вот, я, наверное, завтра все-таки пойду и повторю грудные опять. Да перестань ты, блядь. Комплекс меня выводить. Поэтому вам, ребят, спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки и переходите на наши аккаунты, подписывайтесь. Пишите, может быть, какие-то вопросики, предложения, что подснять, какую-то тренировку подснять. Тренировка ног будет. Тренировка ног мы можем ее снять уже на три канала. К Руслану, к Денису или ко мне. Поэтому все нормально. Да. Следующая тренировка будет ног. Мы с Денисом поедем куда-нибудь в спортлайф. Хорошо потренировали ноги, но этот контент будет прям тренировочный. Постараемся поменьше пиздеть и чисто вот... Лучше потренироваться, а попиздеть либо в начале, либо в конце. В конце. Да, в конце. И ролик получится такой компактный и все по делу будет. Вот. Поэтому всем спасибо за внимание. Дениска огромная тварь. Еще встает в себя вот так вот. Камень поближе. Я могу подальше. Я и так пиздил. Ладно, все, друзья. Спасибо за просмотр. Всем пока.